Сегодня мы продолжим изучение еврейских имен Бога. Мы рассмотрим еще два заветных имени Бога — Яхве Шима и Яхве Циткейну. Это будет очень интересный выпуск. Оставайтесь с нами. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Равин Шнайдер Равин Шнайдер соединяет свое имя с одной из своих спасительных функций. Это означает, что мы можем рассчитывать, что именно это Он будет делать в нашей жизни. Я рекомендую вам заказать всю серию, потому что она может изменить вашу жизнь. Я гарантирую вам, что вы можете рассчитывать на то, что Бог будет делать то, что Он пообещал в Своих священных именах. Я не буду повторять то, о чем мы говорили в прошлых выпусках, а сразу же перейду к нашей теме. Сегодня мы рассмотрим новое заветное имя — Яхве Циткейну. «Господь — наша праведность». Наше главное местописание на сегодня находится в книге пророка Иеремии, 23 главе. Во-первых, хочу заметить, что это мессианское пророчество. Пожалуйста, послушайте его. Мы изучаем место, где открывается имя Яхве Циткейну, и что оно означает для нас с вами. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную. И воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, «Господь — оправдание наше», или Яхве Циткейну». Бог Отец говорит здесь о том, что Он собирается сделать в будущем. Он собирается поднять ветвь. Ветвь означает, что это будет продолжение Его самого. Отец — это источник, но Он произведет от Себя ветвь. Кто это ветвь? Это Иешуа Хамашех, Иисус Мессия, который пришел прямо от Отца. И одна из главных характеристик этой Божьей ветви, или Мессии, это то, что Он станет праведностью Божьих людей. И далее в 6 стихе сказано, «Вот имя Его, которым будут называть Его». «Господь — оправдание наше», или Яхве Циткейну. Давайте поразмышляем, что это означает. Что значит, что Иисус — ваша праведность, или Господь — ваша праведность? Это означает, что Иисус стоит перед Отцом за вас. Яхве Циткейну. Иногда, когда мы думаем о том, чтобы предстать перед Богом, эта мысль нас пугает, потому что мы хорошо себя знаем. Мы знаем наши нехорошие мысли, наши неправильные слова. Мы знаем все, что с нами не так. И поэтому, когда мы думаем о встрече с Богом, нам иногда хочется отойти назад, потому что мы боимся осуждения за наш грех. Но нам нужно понять, что Господь Иисус — наша праведность. Именно Он стоит перед Отцом вместо нас. А поскольку Он безгрешен и принят, то когда Он стоит за вас, то вы можете быть уверены, что тоже будете приняты Отцом, потому что вы в Иисусе. Иисус стоит перед Отцом, а вы в Нем. А поскольку вы в Нем, то можете быть уверены в Божьем благоволении на вашей жизни. Вот мой любимый стих. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, не знавший греха. То есть Иисус стал грехом ради нас, чтобы мы могли стать с праведностью Божией. Иными словами, наши грехи перешли на тело Иисуса, на кресте. Он взял наши грехи на Себя и умер вместо нас на кресте. И поскольку Он умер вместо нас за наши грехи и дал нам Свою праведность, мы можем быть уверены в том, что мы праведны в Боге. Потому что наша праведность в Боге основана не на наших добрых делах или на нашем поведении, а на том, что Иисус взял наши грехи и дал нам Свою праведность. Теперь Иисус – наша праведность. И теперь не мы стоим пред Отцом, но Иисус стоит вместо нас, потому что мы в Нем. А если мы действительно в Нем, то мы считаемся праведными, потому что Иисус – знамя над нашей жизнью. Павел сказал, что никто не сможет оправдаться делами закона. Иными словами, никто не предстанет перед Богом и не будет считаться праведным лишь благодаря Своим добрым делам. Мы получим награду за наши добрые дела, но они не делают нас праведными, потому что мы делаем и много плохого. Мы можем стоять перед Богом как праведные, только когда мы в Иисусе, который стоит перед Отцом за нас. Бог Отец хочет, чтобы вы знали, что вы не осуждены, но во Христе вы праведны в Его глазах. Именно поэтому каждое послание апостола Павла в Новом Завете начинается одинаково. Он говорит так, «Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Если бы Бог Отец был зол на вас, если бы Он судил и осуждал вас, а также хотел бы наказать вас за ваши грехи, то почему же Павел начинал все свои послания этими словами? «Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Только посмотрите, к примеру, на такое послание, как послание к Колоссинам. «Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Также посмотрите на следующее послание к Ефесиным. То же самое. «Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». То же самое в послании к филиппийцам. Все послания апостола Павла начинаются одинаково, потому что Иисус, Яхве, наша праведность. Он забрал наши грехи на свое тело. Они удалены. И теперь вы можете стоять перед Богом, как праведные в нем. Бог желает, чтобы мы с вами знали об этом. Библия говорит, что тот, кто совершенен в любви, не имеет страха, потому что страх подразумевает наказание. Иоанн пишет об этом в одном из своих посланий. Что он имеет в виду? Когда мы действительно понимаем Божью любовь к нам и то, что Он сделал для нас из любви, тогда мы не будем бояться Божьего суда и Божьего гнева в нашей жизни. Но если мы не знаем, как сильно Бог любит нас и как Он к нам относится, то мы будем бояться, что Он нас осудит. Но вместо этого Бог говорит нам «Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Он хочет, чтобы мы были уверены в Его любви и знали, что в Мессии и Иисусе мы оправданы. Конечно же, эти слова не предназначены всему миру в целом. Я не говорю грешникам. Продолжайте грешить, потому что Бог вас так сильно любит. Нет, эти слова не грешникам, а к детям Божьим, к рожденным свыше и к тем, кто любит Бога и хочет исполнять Его волю. Возможно, вы не идеальны, возможно, вы все еще спотыкаетесь и падаете, но глубоко в сердце вы хотите исполнять Его волю. Если вы хотите угодить Ему, тогда я обращаюсь именно к вам. Бог не желает, чтобы вы боялись суда. Он хочет, чтобы вы знали, что вы праведны в Его глазах, потому что вы в Иисусе Христе. Итак, одно из заветных имен Бога звучит так, Яхве Цеткейну. Он ваша праведность. Иисус стоит перед Отцом за вас. Вы стоите в Иисусе, поэтому вы праведны, вы праведны только в Нем. Кто-то сейчас смотрит нас и чувствует сильное желание отдать свою жизнь Богу. Вы чувствуете это, потому что Бог любит вас. Он живой, и вы чувствуете Его Дух, который хочет привлечь вас к Нему. Бог Отец так сильно полюбил нас, что послал Иисуса в мир, чтобы привести нас к Себе. Иисус сказал, есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня. Отец любит вас. Он создал вас, и Он хочет привести вас в ваше предназначение, которое можно найти только в Нем. Если вы чувствуете, как Дух Святой подталкивает чтобы вы отдали свою жизнь Иисусу, то я прошу вас, не сопротивляйтесь Ему. Если мои слова касаются вас, то опуститесь на колени. Это не обязательно, но так вы сделаете этот момент более памятным. И сейчас я прошу вас отдать свою жизнь Иисусу Христу. Просто скажите, Отец Небесный, я верю, что ты любишь Меня, и что ты послал Иисуса умереть за Меня. Я принимаю решение прямо сейчас ответить на твой призыв в моей жизни во имя Иисуса. Иисус, прости меня. Я верю, что ты умер на кресте за мои грехи. Войди в мою жизнь и спаси меня. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то с вами произошло нечто сверхъестественное, а именно вы родились свыше. Воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. И если вы произнесли эту молитву, то вы приняли самое важное решение в своей жизни. Я люблю вас, но самое важное, Бог любит вас. Вернемся к нашей программе. Последнее заветное имя, которое мы разберем в этой серии, это Яхве Шама. Оно означает «Господь там» или «Господь находится». Оно упоминается в последнем стихе книги Иезекииля. Смотрите, давайте вместе откроем книгу Иезекииля. Это последнее предложение его книги. 48 глава, 35 стих. Читаем. «Господь там» или «Яхве Шама». «Господь здесь» или «Господь пребывает». Что же это значит для нас с вами? Куда бы вы ни пошли, он будет там. Господь там. А вот что означает «Яхве Шама»? «Господь там». Что это означает для вас? «Ну, куда бы вы ни пошли, он будет там». Вы только подумайте, куда бы вы ни пошли, он уже там. Иисус сказал, «Я всегда с вами, даже до скончания века». Как я говорил в прошлом выпуске, мы часто боимся за наше будущее. Мы переживаем за то, что будет с нами, когда мы состаримся, каким будет наше здоровье, что будет с нашими финансами. нас пугают все эти сценарии, которые рисуют нам дьявол. Но Бог Отец говорит вам на это. «Дитя мое, я люблю тебя, я здесь, я также в твоем будущем, куда бы ни привело тебя твое будущее, я буду там». Как видите, Господь всегда присутствует. Подумайте, насколько полное у вас спасение. Мы изучали заветные имена Бога. Мы начали эту серию два месяца назад, начали с книги Исход шестой главы, там Бог Отец впервые открыл свое имя. Это был не просто его титул, не просто Бог, не просто Всемогущий, не просто Господь или Адонай, он дал нам свое имя. Он сказал Моисею, «Я, Яхве, ваши предки знали меня как Бога, они знали меня как всемогущего Бога, они знали меня как Творца, но они не знали моего имени, Яхве». С этого момента Бог заключил завет со своим народом, он пообещал быть их спасителем, и в этом завете он соединил свое имя со спасительными действиями, которые он будет совершать в жизни своих людей. Именно об этом мы говорили последние два месяца. я рекомендую вам начать использовать имена Бога в своей молитве. Давайте повторим заветные имена, которые мы изучали все это время. Начнем с Яхве Ира, Господь наш обеспечитель. Об этом сказано в книге Бытие, 22 главе, 14 стих. В чем бы вы не нуждались в жизни, Бог готов вам помочь. Бог придет вам на помощь. Будьте внимательны, ждите и присматривайтесь к Божьему обеспечению вашей жизни. Ожидайте, и когда Он будет делать что-то в вашей жизни, когда Он будет покрывать ваши нужды, даже если они только эмоциональные, возможно, у вас эмоциональные трудности, и вам нужны ободрения. Если вы будете внимательны, то увидите, как Бог посылает к вам помощь. Может, это произойдет через какие-то обстоятельства или через пророческий сон, как бы там ни было, Бог будет обеспечивать вас. Он Яхва Ера, и Он будет поддерживать вас и обеспечивать ваши нужды. Он делал это в моей жизни, и будет делать это в жизни каждого из его детей. А затем идет следующее имя Бога. Яхве Рофе или Яхве Рофе Каа. Господь наш Целитель. Это Исход 15 глава 26 стих. Поверьте в то, что Бог ваш Спаситель целиком и полностью. Некоторые люди думают, когда я умру, то пойду на небо и там встречусь с Богом и буду исцелен. Но Бог Отец это Бог здесь и сейчас. И как Бог действующий сейчас, Он открылся нам как Яхве Рофе Каа, Господь исцеляющий нас. В чем бы вы ни нуждались, в исцелении сердца, исцелении разума или исцелении тела, поверьте, что Бог может принести вам исцеление здесь и сейчас. Я понимаю, что с возрастом наши тела ветшают. Но при этом Бог может сверхъестественно поддерживать вас и быть вашим целителем, даже когда вы стареете. Я не знаю всего, и у меня тоже есть вопросы, как и у вас. Почему этот человек исцелился, а вот этот нет? Почему Бог не исцелит всех прямо сейчас? У меня нет ответа на этот вопрос. Но я знаю, что Бог открылся нам как целитель, поэтому не позволяйте своему непониманию мешать вам в получении того, что вы уже поняли. Бог уже открылся вам как целитель. Поверьте Ему, и пусть Он станет вашим спасителем во всем. А затем мы говорили о Яхве Ниссе, или Господь наше знамя, или наша победа. Это исход 17 глава. Бог Отец хочет, чтобы мы поверили, что с Ним мы будем иметь победу в жизни. Нам не нужно считать себя неудачниками и ходить с опущенной головой. Библия говорит, что Бог посадил нас вместе со Христом на небесах. Ни высота, ни глубина, ни власти, ни силы, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее никогда не смогут отделить нас от Божьей любви. В Нем мы больше, чем победители. Почему? Потому что Яхве наша победа. Победа Иисуса, победившая смерть и знамя Его победы, развивается над вашей жизнью. Верьте в это, ухватитесь за это, и тогда Его победа будет все больше и больше проявляться в вашей жизни, и вы подниметесь в силе Духа. А затем мы рассматривали Яхвы Македеш, или Господь наша святость. Господь освящает нас. Мы меняемся сверхъестественным образом. Когда мы взаимодействуем с Богом, то меняемся, чтобы быть все больше и больше похожими на Иисуса. Надеюсь, что по сравнению с тем, что было год или два назад, вы другой человек. Почему? Потому что Бог меняет вас. Он Яхвы Македеш, Господь ваша святость. Это истина. Затем мы узнали, что наш Спаситель также наш мир. Мы говорили о том, что у Гидеона было множество вопросов. Он говорил, Господь, если ты живой, то почему я тебя не вижу? Где все твои чудеса? И почему с нами происходит столько плохого? Но Господь пришел к Гидеону и сказал, «Я живой, и я, Яхве, шалом». Шалом означает мир и целостность. Если вы ищете Бога и ищете мир, то Он даст вам мир и подкрепление. Подкрепление от Бога сделает вас счастливым и принесет вам мир. Продолжайте искать Бога, и вы будете иметь еще больше силы и больше мира. А затем мы говорили о том, что Бог наш пастырь. Господь открылся нам как Яхве, Рохи, Господь мой пастырь. Мы разбирали 22-й псалом и говорили о значении этого имени. Мы узнали, что Бог будет восстанавливать наши разбитые сердца, вести по правильному пути, и мы всегда будем наслаждаться плодами Его праведности. Потому что, согласно Библии, Его благость и милость будут преследовать нас всю нашу жизнь. Затем мы говорили о том, что Господь наша праведность. Яхве Цеткейну. Мы говорили, что Иисус стоит сейчас перед Богом за вас. Бог смотрит на вас как на праведника, потому что Иисус стоит перед ним вместо вас. А еще сегодня из книги Иезекииля мы узнали, что Яхве там. Яхве Шамма всегда будет рядом с вами. Он будет с вами в будущем. Поэтому Давид сказал, его благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей. Куда бы мы ни шли, там будет Яхве Шамма. Он будет там. Давайте мы поверим, что Бог будет делать для нас то, что Он и сказал. Давайте поверим, что Отец именно такой, как Он говорит. Давайте откроем наши сердца к любви. Не бойтесь довериться Ему. Я хочу за вас помолиться. Отец, во имя Иисуса я провозглашаю свободу пленным. Открывай сердца своих людей, чтобы они доверяли Тебе и верили, что Ты будешь для них всем тем, кем Ты являешься на самом деле. Отец, я благодарю Тебя от имени всех нас за Твою любовь к нам. И также мы любим Тебя, наш Господь Иисус, с благодарностью к Тебе. Аминь. А напоследок я хотел бы дать вам самое красивое Божие обетование о том, что бывает, когда мы почитаем Бога своими финансами. Я прочту притча 3 глава 9-10 стихи. Откройте свое сердце и послушайте эти слова. «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих. И наполнятся житницы Твои до избытка. И точила Твои будут переливаться новым вином». Это обещание. И когда мы почитаем Господа своими финансами, Он отвечает на это сверхъестественным благословением наших обстоятельств. Если вы верите в это, и если вы чувствуете, как Дух Святой стучится сейчас в ваше сердце, то сделайте свое лучшее приношение Господу через наше служение. Спасибо за вашу помощь. Я люблю вас и Божьих вам благословений. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельство о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Я очень люблю смотреть Равина Шнайдера. Он меня очень вдохновляет. Я начала больше евангелизировать с тех пор, как увидела, сколько он ездит по миру. Моя дочь заметила, как я изменилась из-за моих близких отношений с Богом. Кимберли из Вирджинии. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Будьте В шестой главе Книги Чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Субтитры создавал DimaTorzok «Да благословит вас Господь и сохранит вас, да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение, а также читайте особые письма от Синтии.